Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я решила вам рассказать о том, что такое онлайн-учебник, потому что у нас как раз-таки сейчас начинаются интенсивы, и мы заявили там, что у нас будет всё проходить на онлайн-учебниках. Не везде. В онлайн-курсах, которые интенсивы обычные, взрослые, там есть учебники обычные, но материал как раз-таки мы будем размещать на платформе, то есть это будет своеобразное дополнение. А у детей и у подростков будет только онлайн-учебник наш, авторский, и программа тоже наша авторская. И поэтому здесь я вам представляю как раз-таки курс, который вот у нас начнётся в понедельник, это дети 9-11 лет, а 1-0. Там мест нет, это не реклама, там всё уже закончилось, я вам просто показываю, как он будет организован. Смотрите, вот они уроки у нас по тренинге, и давайте откроем первый урок. Первый урок мы открываем, и вот у нас тут целых шесть таких разделов. Например, здесь написано базовое видео урока. Урока здесь нет. Урок будет тогда, когда ребята позанимаются, там будет 4 человечка с преподавателем, они будут разговаривать, записывать, это всё будет записываться, длится это 45 минут, и потом занятие можно будет посмотреть им, особенно это будет удобно тем ребятам, которые вдруг по каким-то причинам не смогут прийти, потому что курс длится 4 недели, и каждую неделю по 4 занятия, то есть это может быть вообще достаточно тяжело, и вдруг какие-то обстоятельства определенно, что нельзя посетить. Вот здесь будет как раз-таки запись этого занятия, и можно будет посмотреть. Так что мы пока этим не интересуемся. У каждого урока у нас есть текст. Это не у каждого урока, у каждой недели есть свой текст. И вот в первый урок как раз-таки дан базовый текст. Базовый текст «Меня зовут». Это для новичков, вот он совсем небольшой такой, «Меня зовут» и так далее. И смотрите, тут есть варианты, которые, во-первых, с преподавателем они посмотрят, а потом можно будет почитать. Чтение по слогам. Чтение медленной фразы, потом быстрые фразы, потом в нормальном ритме. И вот так далее. Не буду вас много мучать этим. И смотрите, тут есть еще варианты того, как работать с текстом. Причем не обязательно вот в первый урок, в первый день это делать. Можно потом возвратиться. Мы просто сделали этот отдельный маленький раздел, чтобы можно было именно только над текстом работать и не искать его везде. Так вот, здесь тоже нужно вписать определенные слова, которые тут недостающие. Несколько вариантов текста есть. Вот первый вариант, тут совсем мало слов, и они такие ключевые, потому что в первую неделю мы учим, как поздороваться, как что-то очень легкое сказать. И как раз-таки в первом варианте текста не хватает вот этого. Вообще, ребята, этот текст в конце недели должны будут выучить. Таких четыре текста за курс. Так вот, все больше и больше и больше. Мы, в принципе, не очень будем заставлять вот этот последний текст заполнять, но если вдруг очень захочется ребенку, то он может его спокойно заполнить. Причем мы здесь не делали вот эти пробелы со словами, где есть насрочные знаки, потому что мы понимаем, что это может быть сложно. Вот. Но, в принципе, все остальное тут пропущено. Очень такой сложный достаточно вариант. То есть задача в неделю выучить по тексту вот такого маленького, причем тут ключевые слова, и эти слова, они будут везде много-много раз повторяться. И в упражнениях те же самые слова. И тут еще несколько активностей я вам сейчас покажу. То есть, в принципе, это не сложно. Вот в конце у нас последнее четвертое занятие в неделю. Там будут как раз-таки проверять, ребенок будет читать. Вот. То есть, в принципе, должно быть хорошо. Дальше посмотрим, что у нас грамматика. Грамматика первого урока, первой недели даже, не очень такая сложная, потому что это, во-первых, я вам показываю курсы для маленьких детей 9-11 лет и совсем-совсем с нуля. То есть, вот мы их учим, как спрягать глаголы, местоимения учим. Вот личные ты, я, он, она. И вот, в общем, здесь разные упражнения. Сами, например, выбери правильный перевод. Я – это же или тю. Он. Это эль и или-иль. И таких упражнений тоже несколько. Причем они будут добавляться. Мы посмотрим именно на конкретную группу, потому что вот это создано именно для конкретной группы. Потом в июле или в июне позже будут еще новые группы. У них будет совершенно другой курс. То есть, вот этот курс, вот доступ будет только для четырех человек. Так что здесь может быть какие-то определенные варианты, такие персонализации. Если детям не будет хватать упражнений, мы еще дадим. Просто не хочется сразу, чтобы маленький ребенок открыл, а там прям вообще такое полотно испугается. Так что пока мы поместились, ну, несколько упражнений, потом посмотрим. Можно добавить, в любом случае, у нас их много, этих упражнений. Вот так грамматика выглядит. Причем на уроке ребята будут с преподавателем как-то обсуждать, будут вопросы свои сдавать, преподаватель будет заставлять их спрягать и так далее. А дома у них есть возможность, доступ у всех есть, открыть, посмотреть и самому позаниматься, позаниматься с родителями тоже. Родители тоже могут посмотреть занятия, как оно проходило. Так что, что у нас еще тут есть? Грамматика, лексика. Давайте посмотрим. Запомни хорошо эти новые слова. И вот, например, выбери правильный вариант перевода. Добрый день, здравствуйте. Это будет я мапель или бонжур. Вот выбираем бонжур. Или я танцую. Это я танцую или ты танцешь? Нужно выбрать. И так далее. То есть, вот такие вот тоже упражнения. Опять же, преподаватели посмотрят на то, как детки реагируют и там добавят что-то, может быть, разного там типа есть упражнения. Что еще интересно, в каждую неделю у нас есть одна чистоговорка и одно стихотворение. Чистоговорка — это какая-то такая фраза, достаточно сложная на произношение, и которую ребенок должен очень хорошо выучить. Она состоит из нашей лексики и грамматики. И потом, в идеале, в конце, на четвертый урок ее повторить три раза. Вот. А стихотворение мы тоже сочиняем, стихотворение. Мы еще и стихотворение сочиняем, который состоит из нашей лексики и грамматики. И его тоже нужно в конце недели вот четвертому занятию выучить. То есть, за весь курс у нас четыре стихотворения и четыре чистоговорки. Давайте посмотрим, как это все организовано. Вот наша чистоговорка. Первый урок — это «Je parle français, toi, tu parle français». И ребенок в конце должен быстро-быстро это произнести. Причем тут есть еще такое упражнение на вытягивание. То есть, разными вариантами мы произносим эту фразу, чтобы она была идеально. От слогов, вытягивания, медленно, по фразам и так далее. То есть, в принципе, и преподаватель с ними и на уроке это поработает, а потом еще и самостоятельно может работать даже с ними родители, с ребенком. Вот. И стихотворение. Вот. Первый стихотворение называется «Je m'appelle Marie». Я сейчас прочитаю с выражением. «Je m'appelle Marie et j'habite à Paris. J'aime les chiens et les chats. Et toi?» То есть, «Меня зовут Мария, я живу в Париже. Я люблю кошек и собак, а ты?» И то есть, опять же, мы читаем это и по слогам, и быстрыми фразами, и вытягиванием и так далее. То есть, это все сделано для того, чтобы вот этот онлайн-учебник, чтобы можно было в любой момент посмотреть все, что было, чтобы дополнительные упражнения повыполнять, чтобы поработать самостоятельно. И доступ предоставляется на время онлайн-курса. То есть, всегда можно зайти на эту платформу и заниматься. Мне кажется, это очень удобно, чтобы по этому поводу думать. Надеюсь, что я вам все рассказала, что вас интересовал. Вот этот концепт онлайн-учебника я попыталась максимально раскрыть и в короткое время. Будут вопросы, задавайте, и поздравляю всех, кто будет у нас на интенсивах с этого понедельника. Au revoir!